Ситуация со вспышкой мер с Республикой Корея по-прежнему сложная. От вируса умерли 23 человека. Число инфицированных выросло до 165. В карантине по всей стране более 6,5 тысяч человек. Закрыто учебное заведение, отменены сотни массовых мероприятий. Тем временем китайские и американские ученые выделили антитела, препятствующие распространению вируса. Специалисты надеются, что открытие поможет создать вакцину или препарат для лечения смертельной болезни. Подробнее расскажет наш корреспондент. Медики уже называют это значительным прорывом в борьбе с ближневосточным респираторным синдромом. Лабораторные исследования Шанхайского университета Фудань и Национального института здравоохранения США показали, что белок под кодовым названием М336 способен нейтрализовать вирус гораздо быстрее, чем другие иммуноглобулины. Однако для промышленного выпуска потребуется время. Мы еще должны провести целый ряд испытаний, например, проверить безопасность препарата на животных, начать первую стадию клинических испытаний. Поэтому это будет относительно долгий процесс. Команда ученых тем временем работает над созданием спрея против вируса МЕРС. Испытания на животных показали, что препарат способен сдерживать распространение коронавируса в организме, что снижает риск летального исхода в случае заражения МЕРС. По мнению экспертов, комбинация М336 с этим препаратом может стать многообещающим оружием в борьбе со смертельным заболеванием. Антитела и полипептиды работают на разных стадиях заболевания. Исследования антител мы ведем совместно с американскими коллегами. Полипептидами занимается наш университет Фудань. Я считаю, что совместное использование антител и полипептидов может иметь хорошее лечение и профилактические свойства. Между тем, врачи напоминают, что заражение вируса МЕРС не влечет каких-то особенных симптомов. Состояние скорее сравнимо с простудным заболеванием. Поэтому крайне важно соблюдать гигиену и не заниматься самолечением.